Жители нескольких домов в Ленинском и Октябрьском районах Саратова стали в прямом смысле заложниками коммунальных аварий. Некоторые даже не смогли выйти из собственных подъездов. Причина везде одна – прорванный трубопровод. Подробности в репортаже Анны Егоровой. Жители дома в поселке Дачный на некоторое время стали заложниками собственного жилища. Здесь прорвало трубопровод. Вода сначала разлилась по всему двору, а потом замерзла. Льдом сковала не только машины. Во всех подъездах примерзли входные двери. Муж у меня через забор на ту сторону перелазил. На работу, чтобы с работы, вернее, прийти, он на сутки уходил. Люди также вот этих квартир на ту сторону, у кого квартиры, открывали вот окошки и вылазили, и там шли. Авария произошла вечером, но коммунальные службы смогли приехать на место происшествия лишь на следующий день. Говорят, слишком много заявок. Оказалось, здесь полностью прогнила труба холодного водоснабжения. Похожая ситуация и в Октябрьском районе города. Здесь также пришел в негодность трубопровод. Частный сектор превратился в ледяной каток. Никаких мер не принимается. Мотивируется тем, что эта отводка частная. Но жильцы, которые находятся на этой отводке, не хотят тратить свои деньги, чтобы либо ремонтировать гнилую трубу, либо окончательно ее отрезать. И как вы справляетесь? Справляемся очень просто. Днем и ночью. Пожилые люди, мужчины, женщины. Выходим и делаем каналочку, чтобы вода стекала. Пока коммунальные службы спешат на помощь, люди сами вынуждены решать свои проблемы. Для передвижения по ледяным глыбам они придумывают самые разнообразные способы. Анна Егорова, Илья Ромазаев, Ярослав Квитко. Вести. Саратов. Продолжение следует.